Сегодня в Ветковском районе произошло перепохование останков 56 воинов Червоной Армии, которые загинули в осенью 1943 года. Церемония отбылась в рамках 75-ти года вызволения Беларуси от нацистских захопников. Олег Сенсеров потекавился сторонками военной истории. До Великой Чайной войны вёска Рудня Спонницкая была достаточно великим населенным пунктом. В тот час тут наличивалось около 200 домов, у которых проживало маль тысяча человек. За неколь периодом перед вызволением у Версней 43-го оккупанты спалили кожный четвертый жилый будинок и забили несколькими особых же хоров. На початку Костричника у Рудня разместился полевой шпиталь Червоной Армии. В осенью 1943-го вось тут находился полевой шпиталь. Солдаты офицеров, які загинули от отрыва на хранение, уховали тут же. У 60-х годах минного сходя останки перевезли у братские могилки, які знаходятся у сусенней вёсты Тарасовка. Але одно спохование у тады по некой причине засталось на месте. Полевые почковые работы были проведены у Версней минулого года. Одночасово ввелися доследования у архивах. Увы, не куяких отрывалось высветить имёны 53-56 загинувших. После завершения усих необхідных у таких выпадках процедур останки перевезли у братскую могилу. Что отыщется знайденных по час раскопок особистых речей у загинувших, то частку за их передали в областный музей военной славы. Частку выросли в выкрастость для створения музея у Верси. Верогодний за всё, и он будет размещен у местовой школы. По кольду речи у райцентра нема навод невеликой экспозиции, присвеченной перееду Великой Айчинной. Чтобы ученики видели, что на Ветковщине действительно бои велись, и что находим, ведём, разыскиваем людей, и непосредственно их уже производим розыск родственников. Пускай эти элементы и вещей послужат памятью для школьников. В период возволения Ветковских районов в 1943 году, означенный особливо кровопролитными боями, как выник, в протяжный час заставалась неведомой навод докладная колькость войсковых похований. Ситуация начала выправляться. За открытием архивов, после облачения документов, о Угонской области вызначили ясчение каких-то местов, где за надходом весны почнутся пошуковые работы. Три захоронения крупных. Это около деревни Побужья, северной деревни Бесить, и здесь, около Хальча, будут проводиться поисковые мероприятия. Это займёт, очевидно, месяц точно на все эти поиски, этих мероприятий. Ну, а в дальнейшем будем отрабатывать, естественно, территорию в основном практически данной местности. Это вот район реки Сож, побережье, правую сторону, да и на левой стороне реки Сож тоже. Олег Сентюров, Владимир Игапанько, телерадио компания «Гомель», Ветковский район. Продолжение следует...